Недельный раздел ВРА рассказывает об отношениях Авраама и Ицхака, о сложном рождении Ицхака, о конфликтах внутри семьи Авраама, о том, что Авраам хотел сначала быть по чести Шмаэля, и завершается он историей Акиды, когда происходит взаимопонимание Авраама и Ицхака. И общая идея всего раздела, что наследником Авраама не может быть никто другой, кроме сына Ацары. Авраам вначале, видимо, считал, что сын Агари, который олицетворяет Египет, будет наследником одновременно и еврейской, и египетской цивилизаций, что он сможет их объединить. И в этом смысле Ишмаэль, возможно, является даже предпочтительным наследником по сравнению с Ицхаком, который сугубо узконациональный, сын двух еврим, Авраама и Сары. Но Всевышний объясняет, что должно быть иначе. Что действительно, после того, как еврейский народ сформируется, к нему могут присоединяться люди из других народов. Но само формирование еврейского народа, его база, должна быть сугубо национальная. И поэтому и Авраам, и Сара, родители Ицхака, должны быть и в Рим, и жены праотцев должны быть из родственников, из и в Рим, хотя пусть даже далеко живущих, в Харане, в Месопотамии. Но национальный компонент необходим именно на его основе, строится еврейский народ. И таким образом, в еврействе одновременно уживаются две линии. С одной стороны, линия национальная, а с другой стороны, универсалистская. То есть, присоединиться к еврейскому народу можно, и это хорошо. И мы приветствуем тех, кто присоединяется, из какого бы народа они ни происходили. Это очень правильное и позитивное действие. Но при этом основа является чисто национальной. И вот это противопоставление, которое у нас есть в разделе ВРА, может помочь нам понять проблему, которая возникает сегодня. Когда с помощью шифровки генома и с помощью других каких-то методов мы узнаем происхождение нынешнего еврейского народа. И нас при этом весьма и весьма заботит, чтобы современные евреи были потомками древних евреев. Казалось бы, какая нам разница, являемся ли мы потомками физическими древних евреев. Ведь, в конце концов, главное это, казалось бы, главное это религия, взгляды, идеология. И если человек присоединяется к еврейскому народу, то он становится полностью евреем. И для каждого конкретного еврея совершенно несущественно произошел он от геров, которые приняли иудаизм, или от евреев прежних веков. Но все-таки, хотя бы от каждого конкретного человека это несущественно, для еврейского народа в целом это все-таки да, весьма существенно. И поэтому не случайно, например, что книга Шлома Занда, «Кто и как изобрел еврейский народ», вызвала столь сильные возражения. Занда поставил себе целью доказать, что якобы евреи являются сборищем людей, соединением людей, которые просто приняли иудаизм. И поэтому это якобы не народ. А противники его, наоборот, доказывают, что евреи произошли от древних евреев. Хотя, казалось бы, какая разница? Ведь народ не определяется генетикой. И если даже многие люди перешли в иудаизм, присоединились к еврейскому народу, они точно такие же евреи, как и евреи по происхождению еврейскому. Почему же книга Занда такое вызвала возмущение? Почему на нас так важно, откуда произошел еврейский народ? Надо сказать, что современные генетические исследования вполне подтверждают, конечно, именно ближневосточное происхождение еврейского народа. И хотя по материнской линии, как следует из современных исследований митохондриальной ДНК, множество предков материнской линии евреев происходит из Италии, но основная линия, мужская, конечно, происходит из страны Израиля. Здесь, кстати, неверно будет присоединять к этому вопрос о том, что еврейское происхождение определяется по матери. Разумеется, если мать делала Ди-Юр, а в древности просто не могло быть иначе, не могли быть браки без Ди-Юра, то, конечно, они становились еврейками, и в этом смысле несущественно, кто была мать до Ди-Юра. И картина возникает примерно следующая, что это касается вожденастских евреев в основном, что мужчины-евреи переселялись в Римскую империю и брали жен из местных женщин через Италию, и там, соответственно, разумеется, они делали Ди-Юр, потому что иначе было невозможно заключить брак. И дальше уже они переселились, их потомки переселились из Италии в Рейнскую область где-то в 7-8 веке, 9-м. И уже дальше через них возникли евреи-аштеназы. То есть происхождение по материнской линии в большой части из Италии, но частично также из Италии, по мужской линии в основном из страны Израиля. И поэтому древний еврейский компонент здесь, конечно, тоже присутствует. Но возвращаясь к вопросу о сути проблемы, почему нам так важно генетическое происхождение, почему не считать, что было плохого в том, чтобы современные евреи были просто от тех, кто принял Ди-Юр, даже наоборот, если люди принимали Ди-Юр, значит, они считали, что еврейская религия правильна, что это то, что их привлекло, что же в этом плохого. Видимо, здесь есть два аспекта. Во-первых, мы считаем, что, конечно, человек, который прошел Ди-Юр, стал евреем, и, конечно, его душа является частью души еврейского народа, но, видимо, есть также компонент исходной души, связанный с физическим наследованием. И этот элемент не должен пропасть. Еврейская сущность не может быть сведена только к идеологии, к взглядам, даже к принятию религии и к Ди-Юру. Есть исходная национальная сущность, которая, видимо, передается все-таки с генотипом. Отдельный человек ничем не хуже, отдельный еврей ничем не хуже, из-за того, что он произошел от геров или от исходных евреев. Но в целом в еврейском народе этот исходный генотип обязательно должен сохраниться, потому что через него передается какая-то важнейшая часть еврейской души. И без него мы будем неполноценны. И второй аспект заключается, видимо, в том, что если прежние все евреи вымерли, не сохранились, а мы только потомки для тех, кто перешел в иудаизм, то в этом есть какой-то ущерб. Это значит, что прежняя группа не смогла сохраниться, не смогла выжить. И это какой-то существенный ущерб. Если это так произошло, то, видимо, что-то с ней было неправильным. И поэтому то, что сегодня доказан факт генетически, что евреи, да, в основном являются потомками древних евреев, что современное еврейство и древнее еврейство периода второго храма, ну и тогда уже понятно, что и более ранее, связаны генетически напрямую. Притом, что, конечно, было много, кто присоединялся по женской линии, особенно много, кто присоединялся. Например, мужской, тоже были отдельные, присоединившиеся. Этот факт генетического наследования тоже необычайно важен для нашего сознания, для нашего сознания себя как народ, для нашего права, ощущения прав на страну Израиля. По рациональным критериям это несущественно. Даже по рационально-религиозным критериям признание еврейства. Но жизнь не сводится к рациональным критериям. Внутренне – это необычайно существенный и важный для нас факт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова